Там насекомые? Или это то, что они могут как-то занимать одни и те же ниши или что-то такое в этом роде? Нет, это, конечно, связано. Первое, значит, торможение активности связано, судя по всему, с действительным восприятием какого-то звука, как звука хищника, но опасность. Значит, любой звук, гетероспецифический, в том числе, это маркер опасности. Значит, если повышается акустическая активность, то здесь уже нутрицинозные взаимоотношения, межпопуляционные, потому что они действительно делят акустическое образование, акустический канал следит, соответственно, он должен обозначить, что он тут сидит, значит, всё, сюда больше не надо. Вопрос, а гетероспецифические хоры существуют у насекомых? Вот, чтобы разные виды, как-то они друг по другу подстраиваются? Или самцы и санки вместе, да, какой-нибудь тестирование, что-то вот такое. Хоров не существует, но гетероспецифические коммуникации, да, существуют. Потому что, значит, действительно, ну, так как я специально всё-таки по привокылам, значит, я буду привлекать эти примеры. Значит, действительно, есть ряды кузнечиков, которые реагируют на любые звуки, в том числе и на гетероспецифические. Причем они могут, значит, либо ответить, то есть у них повышается акустическая активность, либо, наоборот, тормозить свою акустическую активность. Вот. Вот этих звуков, то есть прийти, послушать так можно, нет? Прийти, послушать можно, можно посмотреть, но он ещё пока биопубликован. Ну, ясно. Как пение птицы лупцова там где-то там в диске. Нет, ну, конечно, у нас есть фонотека, естественно. Происходит подстройка, ну, как я помню, прижизненная, да? Ну, конечно. То есть вот, а когда это в антогенезе происходит? В антогенезе? Ну, нельзя сказать, что это там как-то вот они научаются в антогенезе это делать. Но некоторые изменения действительно происходят. Потому что ставили опыты на сверчках и действительно выясняли, значит, насколько меняется избирательность реакции самок. И выяснили, что для того, чтобы, значит, избирательность была на достаточно высоком уровне, должно пройти, ну, минимум дней пять. А это как раз то время, которое, значит, необходимо самцу для того, чтобы у него сперматофор созрел. То есть половое созревание происходит через пять дней. И настраивается уже, действительно, слуховая система и главная система распознавания на конспецифический сигнал. Скажите, пожалуйста, а есть ли слуховые сигналы, это действие группы? Да, правда. Между, после мужского и женского пола, а что это действие группы и слухом? Да. Вот, как это, у меня тоже то же самое. Вот, скажем, много бабочек, когда налетают на предыдущей мыши, и они как-то объединяют и одинаково что выводят? С бабочками нет, такого не происходит. Нет, да? Но, действительно, значит, есть такое явление, как коровое пение у примакрилов как раз. Там, действительно, самцы начинают пить в унисон, и самки приходят на вот это вот коровое пение. Причем они могут, действительно, пить в унисон, то есть, совпадать по времени, значит, сигнал и накладываться один на другой. Они могут еще, как все прочее, пить и интернируют. То есть, сначала, значит, один поет, потом второй поет, но, тем не менее, они поддерживают ритм конспецифических сигналов. При этом они часто даже перестраивают свой собственный ритм. Если, значит, они действительно там встраиваются, паузы, то каждый из них поет до и реже, чтобы, значит, вот общий ритм сохранялся конспецифическим. Это, естественно, очень интересно, но это, естественно, повышает вероятность в нахождении полового партнера, потому что акустические сигналы, в частности, призывные, они выполняют не только функцию привлечения полового партнера, но они и служат маркером подходящие территории для заселения. Вот Медведкин, например, поют, они, значит, заселяют какие-то ограниченные космосы, где только, значит, условия для них подходящие. Соответственно, значит, найти очень трудно, если, конечно, ориентироваться самостоятельно. А если сам, значит, поднимать сходы, то она находит по пению колонии данную территорию, а дальше уже, значит, решает свои частные проблемы.